Семимесячный малыш во второй раз оказался в больничной палате. 5 октября мальчика доставили в детскую областную больницу. По предварительной информации, у ребёнка серьёзный химический ожог из-за клизмы. Мама говорит, что использовала для процедуры настой ромашки. Эти сведения сейчас проверяют полицейские. В больнице рассказали, что состояние ребёнка стабильное, близкое к нормальному. Вот что пишет мама о трагедии в соцсети. «Пускай все думают, что они хотят. Правду знают я и мои близкие. На суде у Бога каждый получит то, что заслужил». «А я сейчас поднимаю голову и иду вперёд только к победе за своё маленькое счастье. А все препятствия на своём пути я буду сметать, как ураган». Летом мальчик уже попадал в больницу с множественными переломами. Тогда мать ребёнка объяснила травмы тем, что на малыша случайно упала старшая полуторагодовалая сестра. «Поступило сообщение о том, что в больницу доставлен ребёнок 2015 года с множественными переломами. По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка. Была опрошена 23-летняя мать ребёнка, которая пояснила, что он получил травмы при игре со своей старшей сестрой, которая случайно на него упала. По результатам проверки в отношении матери был составлен административный протокол по статье «Несоблюдение родителями или иными законами представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В этот раз в отношении женщины полицейские возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ей грозит до трёх лет лишения свободы. Молодая мама сейчас находится дома под подпиской о невыезде. Вот из этого дома несколько дней назад 7-месячного мальчика и доставили в больницу. Говорит с нами на камеру, его мама отказалась. Мама пояснила, что ставила ребёнку клизму регулярно, якобы так ей посоветовали врачи. В последние дни сыну стало хуже, пришлось обратиться к медикам. Истинную причину химического ожога должны установить эксперты. На время разбирательств старшую сестру малыша у матери изъяли. Она находится в социальном отделении горбольницы. Если вина женщины будет доказана, специалисты рассмотрят вопрос о лишении родительских прав. Василина Добрецкая, Василий Пронькин, Альфа Новости.